Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Грубанова и в начале коротко о главных событиях к этому часу. Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, в очередной раз подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии и предприняли попытку установить фортификационные сооружения. Решительно осуждаем действия Армении, наносящие ущерб по экологической безопасности региона, противоречащие нормам международного права. Министерство экологии и природных ресурсов распространило заявление по поводу строительства завода на границе Армении с Нахчеванской автономной республикой. В Украине сообщают о первых погибших от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС. По состоянию на вечер удалось эвакуировать из Херсона и области 1894 человека. А теперь подробнее. Накануне позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу со стороны незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. Обстрел велся в направлении Ходжавенского и Шушинского районов. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. Кроме этого, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Ходжавенского и Шушинского районов. В результате принятых неотложных мер работы были остановлены, отмечается в сообщении Министерства обороны. Строительство Армении крупного металлургического завода на границе с Нахчеваном является грубым нарушением норм и принципов международного права. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минэкологии Азербайджана. Отмечается, что согласно положениям Конвенции СПО строительство крупных предприятий на границе, которые могут оказать негативное воздействие на экологию, другой страны должно быть согласовано с соответствующими органами этой страны и должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду. Это не первый случай несоблюдения Армении норм международного права, в том числе экологического права. Некоторое время назад Азербайджан в рамках Конвенции СПО выдвинул иск против Армении и добился решения о несоблюдении Армении положения Конвенции в связи с планами строительства нового ядерного реактора на территории атомной электростанции Мецамор. В заявлении также напомнили о негативном влиянии на Азербайджан горнодобывающей промышленности Армении, производство на Гачаранском медном оливденном заводе и Кафанском рудно-перерабатывающем комбинате с высоким химическим содержанием уже давно интенсивно загрязняют в прикраничной Охчучай. Эти факты свидетельствуют о том, что подобная незаконная деятельность Армении стала источником опасности для экологии не только Азербайджана, но и региона в целом. Минэкология Азербайджана осудила действия Армении и призвала международное сообщество обратить на это особое внимание. Ранее министр экономики Армении Вархан Керабян в социальной сети поделился информацией и видеозаписями, подтверждающими факт строительства металлургического завода с годовой производственной мощностью 180 тысяч тонн на площади 16,5 тысяч квадратных метров. Прямой диалог между Азербайджаном и Арменией является ключом к прочному миру. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Веданд Патель в ходе состоявшегося накануне брифинга. Он отметил, что не собирается подтверждать какую-либо информацию о возможных датах, однако США с нетерпением ждут проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают работать над достижением мира в регионе Южного Кавказа. Напомним, 1 мая США состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США Энтони Блинкиным. После этого была проведена двусторонняя встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзаяна. Министры обменялись мнениями о текущей ситуации, а также изложили свои позиции по нормализации отношений. Главы МИД и их команды достигли взаимопонимания по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений, признав при этом, что позиции по некоторым ключевым вопросам расходятся. Финальный раунд переговоров состоялся 4 мая. В аналитическом центре имени Топчубашева в Баку состоялся круглый стол на тему вопрос Южного Азербайджана в мировых СМИ. В ходе встречи с участием руководителя Табрийского научно-исследовательского института Теберен, преподавателем Анкарского университета, тюрколога Мамедрзи Хайета, а также представителей азербайджанского экспортного и академического сообщества, были рассмотрены вопросы Южного Азербайджана в турецко-азербайджанских отношениях, а также освещение этой темы международными СМИ. Государственный комитет по работе с диаспорой пригласил меня посетить Азербайджан. Мы побывали в Шуше, увидели, как следы разрушений, устроенных армянами, стираются восстановительными работами. В Баку также прошел ряд важных встреч. Сегодня мы обсудили отношение Турции к вопросу Южного Азербайджана, то, какое сотрудничество возможно между Азербайджаном, Турцией и Южным Азербайджаном. Дискуссия о значимости Южного Азербайджана и том, какие действия будут предпринимать Турция и Азербайджан по этому вопросу, продолжится. В турецком городе Кони продолжаются международные поисково-спасательные учения Анатолием Феникс 2023. Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, накануне в рамках учения были успешно выполнены задачи по поиску, спасению и эвакуации потерпевших крушения членов экипажа. Основной целью учения является совершенствование знаний и навыков военнослужащих, в том числе обеспечение обмена опытом между военнослужащими стран-участниц. Избан новый председатель Великого национального собрания Турции им стал депутат правящей партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш. Об этом сообщает агентство Анадулу. Куртулмуш набрал 321 голос. В третьем туре его поддержали 584 участвовавших в голосовании. Он стал 30-м спикером парламента Турции. Для избрания в первых двух турах было необходимо набрать 400 голосов, а в третьем – 301. Ни один из претендентов на пост спикера в первом и втором турах не набрал необходимого количества голосов. Ущемление прав мусульман, преследование со стороны властей, провокации в отношении святынь стали обычным явлением во Франции. Президент страны Эммануэль Макрон буквально легализировал исламофобию. А ультраправые партии хотят узаконить несправедливое отношение к представителям этой религии. Подробнее в следующем материале. 2020 год. Пандемия коронавируса распространяется по всему миру с огромной скоростью. Больницы переполнены, улицы пустуют. Экономика в упадке из-за простоя в производстве. В такой сложный период вся Европа ищет виноватых, придумывает разные теории заговора, гадает о происхождении вируса и способах его распространения. И сломофобия, которая распространяется в Европе с такой же скоростью, как любой вирус, перекочевал в социальные сети. Если раньше со сломофобией сталкивались отдельно взятые люди в разных уголках Европы, то с началом пандемии в Фейсбуке, Твиттере и других социальных платформах началась настоящая охота на ведьм. В Европе, особенно во Франции, мусульмане были обвинены в распространении коронавируса. Неудивительно, что по проведенным опросам в странах Евросоюза, второй по популярности версии о происхождении вируса COVID-19 стал так называемый «мусульманский след». Тотальная ненависть к мусульманам привела к тому, что во время пандемии, когда весь мир пребывал в хаосе, развернулась кампания по осквернению мусульманских святынь. Так как мечети, по их мнению, собирали большое количество людей, и именно поэтому коронавирус так быстро распространялся. Тем не менее, несмотря на все аргументы, а также раскрытые правды о вирусе, всплеск исламофобии не удалось остановить. Точнее, страны Европы не увидели в этом особой нужды. Неприязнь к людям из-за религиозной или расовой принадлежности была всегда. Исламофобия — это социальная болезнь, которая, к сожалению, охватила большую часть Европы. И вылечить эту болезнь могут политики. Однако некоторые из них по какой-то причине не защищают права человека и способствуют разжиганию ненависти. Во Франции есть НПО, которые поддерживают исламские институты. Однако из-за политики, которую ведет страна, деятельность этих НПО ограничивается. В этом вопросе особо преуспела Франция. За последние шесть лет французские мусульмане оказались в условиях узаконенной дискриминации в ходе борьбы с терроризмом. Макрон и его команда, славящиеся своей открытой исламофобией, создали образ злого мусульманина, который хочет распада Европы и превращения Франции в джихадистское государство. Именно под таким ложным соусом Макрон хочет узаконить гонение на мусульман в 21 веке, повлияв на умы людей путем пропаганды. В 2020 году правительство Франции незаконно закрыло офис организации под названием «Коллектив против исламофобии». Это оставило мусульман без поддержки правозащитных организаций, которые в своих докладах также отмечают, что за последние шесть лет ситуация с исламофобией настолько ухудшилась, что предсказать дальнейшие шаги Франции против мусульман очень трудно. Именно поэтому на обложке книги «Исламофобия. Репорт» за 2020 год был изображен портрет французского президента Эммануэля Макрона, который жестоко расправился с мусульманским гражданским обществом в своей стране. В том же году во Франции был принят закон об утверждении принципов республики. Тем самым, как отмечают эксперты, Макрон легализовал исламофобию. Убийство учителя спровоцировало очень жесткие меры против мусульманского населения. Возникает вопрос, к чему это может привести во Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и других странах. Одной из причин роста исламофобии в странах Европы являются экономические проблемы. Многие партии обвиняют мусульман во всех бедах, чтобы набрать голоса. Дания – хороший пример возможного исхода. Консервативная партия выиграла за счет антиисламских месседжей. Затем социально-демократическая партия переняла этот подход и победила на выборах. Поэтому возможна дальнейшая радикализация и страх о потере власти. С приходом к власти Макрона в 2017 году во Франции больше, чем в два раза увеличилось число обысков в домах мусульман. Все чаще стали слышны угрозы депортации. Были закрыты мечети и школа для мусульман. Исламофобия, которая была присуща радикально настроенным французам, сейчас стало что-то наподобие государственной политики. Основной оппонент Макрона на выборах Марин Лепен всегда была известна своей негативной позицией по отношению к исламу и мусульманам. Она не раз заявляла, что будет вести антимусульманскую политику в случае прихода к власти. Но дошло до того, что соратник Макрона, министр внутренних дел страны Жераль Дарманин, который по сути должен быть либералом и республиканцем, обвиняет Лепен в лояльном отношении к мусульманам. И это лицо Франции. Сегодняшней Франции. Страна, которая была захвачена фашистами в ходе Второй мировой войны, которая видела ужасы гетто, сейчас сама не прочь организовать их у себя. Для мусульман, для граждан Франции, некогда самой демократичной страны в мире. Мурада Хондов, CBC. Ответственность за подрыв Каховской гидроэлектростанции лежит на России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Джампьер. По ее словам, плотина находилась под контролем российских войск, а потому нет сомнений в том, что они являются виновниками ее разрешения. Карин Джампьер заверила общественность в том, что Соединенные Штаты сделают все, что в их силах, чтобы помочь народу Украины. США еще не закончили анализировать произошедшее на Каховской гидроэлектростанции. Ущерб и разрушение, нанесенные ГЭС, ужасающие. Мы, безусловно, сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь народу Украины. Но я скажу вот что. Как мы отмечали ранее, плотина находилась под контролем России, и она несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной. Жампьер не сообщила каких-либо сведений о переговорах с Украиной по вопросу Каховской ГЭС. Сославшись на отсутствие у нее информации на этот счет, без ответа пресс-секретарь оставила и вопрос журналистов о планах президента США Джо Байдена переговорить с главой Украины Владимиром Зеленским. Ранее власти Украины обвинили Россию в намеренном подрыве станции. В командовании ЮГ Вооруженных сил Украины заявили, что ГЭС была взорвана изнутри. Украинская сторона заявляет, что Россия подрывала ГЭС для того, чтобы замедлить контрнаступление украинских войск. Между тем, Москва возложила ответственность за обрушение станции на Украину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва решительно отвергает обвинение в подрыве Каховской ГЭС. Песков назвал разрушение ГЭС преднамеренной диверсией Украины из-за отсутствия успехов в контрнаступлении. Резкое ухудшение евроатлантической безопасности, а также вопросы усиления военного присутствия союзников НАТО на восточном фланге от Балтийского до Черного морей стали темой дискуссии в передаче «Аспекты иностранных дел» с Таймуром Атаевым. Вышеупомянутые вопросы были затронуты во время саммита Бухарестской девятки, состоявшегося 6 июня, с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Братиславе. Президенты девяти восточноевропейских стран НАТО подтвердили свою приверженность поддержке Украины и нерешимости ее международно признанных границ. По словам политолога Якуба Карейба, одним из важных аспектов стал призыв к увеличению военного бюджета и гарантий безопасности. Требования выдвигаются не в отношении самой России, а скорее в отношении самых себя. То есть увеличиваются в каждой из стран, увеличиваются бюджеты, военные бюджеты и бюджеты на вооружения, увеличиваются армии, покупаются новые вооружения. И еще в отношении западных союзников, от которых требуется, во-первых, усиление военного присутствия на восточном фланге НАТО, а во-вторых, гарантии безопасности. И чем более прямые они будут в виде, например, не столько НАТОвских, сколько двухсторонних договоров, тем, значит, они предпочтительнее. И в данном случае нужно заметить, что происходит активизация восточного фланга НАТО. Это интересный геополитический процесс, потому что восток НАТО, так и восток Евросоюза, это страны, которые находились между центром силы, который находился и находился в Западной Европе, и вторым центром силы, который находился, по крайней мере, последние 50 лет в Москве. Вот между этими двумя полюсами силы находились страны, которые и для одной, и для Москвы, и для Брусселя, и для Берлина, и для Парижа являются некой окраиной, периферией. То, что мы видим сейчас, это бунт, восстание, некая фронта, периферии. США и Индия согласовали планы по сотрудничеству в оборонной промышленности. Соответствующие переговоры провели в Дели глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Индии Раджнат Сингх. Представители ведомств приняли дорожную карту по сотрудничеству, которая будет определять направление взаимодействия двух стран в ближайшие несколько лет. В Пентагоне, в свою очередь, указали, что дорожная карта позволит активизировать сотрудничество в области технологий и совместного производства воздушных и наземных боевых систем, обеспечения мобильности и других сферах. В американском военном ведомстве отмечают, что министры обсудили важность инноваций в сфере обороны, в частности, посвоения космоса и киберпространства. После приостановления сотрудничества в 2018 году с Пакистаном США вновь возвращаются в Южную Азию, на этот раз для сотрудничества с Индией. По мнению экспертов, Вашингтон сейчас особенно заинтересован в привлечении новых союзников на фоне противостояния в Украине. В рамках давления на администрацию Байдена из-за непонимания участия США в конфликте России и Украины недовольство это растет. Поэтому в США нужно искать новых партнеров, особенно учитывая возможный конфликт с Китаем и с Тайванем. По словам экспертов, сотрудничество с США повлияет на отношения Индии с Китаем, которые остаются напряженными. Также не лучшим образом скажутся на взаимоотношениях с Россией. Однако, судя по всему, сотрудничество с Вашингтоном сулит в Нью-Дели больше выгод, чем потерь. Китай не думает в особом проигрыше. Россия, да, она теряет определенную часть рынка сбыта. Выигрыш остается Индия, которая тем самым ослабляет давление на себя со стороны Китая. Она идет по плану диверсификации поставок вооружений только из России. Это входит в ее стратегические планы не первый год. Она получает доступ к новым технологиям, она получает новые рабочие места. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом СБС и слушайте нас на СБС-ФМ. Продолжение следует...